Молитва Иисуса Христа. Обратите силу в молитве с Господом. Секреты тайной комнаты. Мир вам, сестры, братья. Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание». Хочу задать вопрос. Сколько мы времени, может, проводим за экраном телевизора? Иногда можем и долго. Но это из-за того, что интересно. Можем и пару часов. Сколько времени мы можем провести за чтением Слова Божьего? Иногда и половину часа. А сколько времени каждый день мы проводим в молитве? Но час провести трудно. Не из-за того, что нам не хочется, а просто не знаем, о чем молиться. Сегодня мы посмотрим, и молитва Иисуса Христа станет нам опорой. Основанием для построения нашей молитвы в тайной комнате. Молитва Иисуса Христа. Два вида молитвы в тайной комнате. Мы можем молиться сами, дома, и может быть два вида молитвы. Во-первых, прошение. Во-вторых, ходатайственная молитва. Иногда сталкиваюсь с таким мнением, что не знают, как и за что молиться целый час. Друзья, я согласен, что просить целый час бывает трудно. Но если у вас это получается, это очень хорошо. Вы молитесь дома молитвой прошения? Если да, поставьте лайк под видео. И есть еще молитва ходатайства. Тут, друзья, эта молитва безгранична во времени и пространстве. Есть, конечно, и границы молитв в духовном мире. Притом, эту молитву легко провести и час. Это как путешествие с Духом Святым. Она затрагивает как ходатайство перед Богом Отцом, Духом Святым, так и с властью верующего наступать на змей и скорпионов в духовном мире, на территории сатаны. Это увлекательное путешествие с Духом Святым и ведомым Духом Святым. Именно об этой молитве мы и будем говорить детально. Сегодня мы рассмотрим, как молитва Иисуса Христа может стать для нас источником силы, основой для построения нашей молитвы в тайной комнате. Молитва Иисуса Христа. Два типа молитвы в тайной комнате. Подпишитесь, чтобы смотреть больше видео о духовном руководстве, освобождении и присутствии Святого Духа. Обратите силу молитву прошения. Секреты внутреннего мира. Тут название говорит само за себя. Конечно, можно сказать. Но молиться за себя не нужно. Бог все знает. Ну, можете и не молиться. Это вера каждого. Но мы все равно поговорим об этой молитве, чтобы понимать разницу между ходатайственной молитвой и прошением. И та, и та молитва построена, основана на примере молитвы Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Откроем Евангелие от Матфея, 26 главу, стихи из 38 по 42. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими. И говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впать в искушение. Дух бодр, плод же немощно». Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». Это Евангелие от Матфея, 26 глава, стихи из 38 по 42. Сила и тайная молитва Иисуса Христа, построение вашего фундамента. Из чего состояла молитва Господа? Во-первых, личные переживания, просьба, прошение. Во-вторых, воля Бога. Личные переживания, просьба, прошение, изложенные в молитве к Богу. Посмотрим на стихи 39 и 42. Если соединить эти два стиха вместе, то получится молитва Иисуса. «И отойдя немного, полно лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». Во-первых, Господь приходил как к Отцу. Во-вторых, Он открыл свое личное желание, переживание. «Если возможно, да минует меня чаша сия, если не может чаша сия миновать меня, чтобы не пить ее». В-третьих, «Если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». Воля Божья. Друзья, Господь тоже открывал свои желания. Он не был безжеланным. Смотрите, друзья, Господь не боялся сказать Отцу, что Он не хочет. В наше современное время бытует мнение, что к Богу нужно приходить только с утвердительными решениями. Может, мы стали супердуховными, не знаю. Но я смотрю на Господа, и мы будем смотреть и учиться у Него. Свои желания и переживания будем приносить все нашему Богу Отцу, Который на небе. Открыть свои желания Богу. Посмотрим, что говорит апостол Павел филиппийцам. Откроем это послание, 4 главу, стих с 4 по 7. «Радуйтесь всегда в Господе» и еще говорю «радуйтесь». «Кротость ваша да будет всем известна, всем человекам. Господь близко». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Это послание к филиппийцам, 4 глава, стихи с 4 по 7. Павел говорит «открывать свои желания пред Богом». И мы не будем стесняться. Результат такой молитвы в стихе 7. «Мир Божий соблюдет наши сердца и помышления во Христе Иисусе». А вы говорите Богу, что переживаете? Если да, поставьте лайк под видео. Так что можно спокойно говорить Богу все, о чем мы переживаем, просим. Все, что мы считаем нужным перед Отцом на небе. Тут важна вторая часть молитвы. Это воля Божья. Как бы там ни было. Сегодня мы путешествовали во времени, смотрели, учились, как молится Господь в Гефсиманском саду. Более того, мы еще много будем говорить на темы молитвы Бога Отца, Иисуса Христа и Духа Святого. Подписывайтесь. Будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. С Вашего разрешения сейчас я заканчиваю. Когда Вы ставите лайк «Мне нравится» или делитесь рассказать друзьям, в результате Вы помогаете служению, спасению и распространению Божьего Слова. Вам понравилась запись или Вы получили слово «Откровение» от Духа Святого? Конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Аминь.